Сейчас, что будет, чтобы вы понимали, для представления этой, сейчас попытаемся организовать дискуссию, миф о толерантности белорусов и бытовая сенофобия. Ну, это то, что будет достаточно популярное, наверное, то, что вы все толерантны, и об этом много говорится, но говорится по-разному, с разных сторон. И сегодня я буду рад тому, что промодерировать эту дискуссию, дискуссию вызвался Антон Борисенко, социолог и участник проекта «Люди перед усим». Очень интересный проект, сайт, я про него поискать в интернете. Следующие спикерки, которые сегодня согласились принять участие и поделиться своими мнениями, видениями и знаниями, это Марина Соколова, историк, руководительница концентрации критической урбанистики в Европейском колледже Liberal Arts в Беларуси. Также это Татьяна Кузнецова, она является специалисткой по коммуникациям Центра экологических решений, и также преподавательницей Львовского колледжа либеральных искусств в Беларуси, и Марина Штрахова, соосновательница Центра развития эффективной коммуникации «Живая библиотека Беларуси». Живая библиотека. Что ж, я с большой радостью передаю слово участникам и участницам дискуссии, и буду рад помочь вам всевозможным. Добрый день, уважаемые коллеги и друзья. Мы очень рады и благодарим вам, что вы пришли послушать и подчастливать в дискуссии на такую тему. У нас есть полтора часа, мы взяли эту дискуссию на две части, это события на две части. Сначала в первой половине мы поговорим в целом, в принципе, о всеми флобиями, о всяких таких вещах, как эти феномены проявляются в современном геораспределительном. А во второй половине я расскажу о результатах своего исследования, как люди, которые непосредственно взаимодействуют с изменингруппами, сотрудники общественных организаций, журналистов, воспринимают о том, что к этому изменингруппами. Но это только вторая половина. И мы, конечно, приветствуем ваши вопросы, то есть в каждой из этих частей предусмотрено время для вопросов о взаимодействии. Вот, спасибо большое нашим экспертам, которые сейчас расскажут много всего интересного. Я бы хотела начать с общего понимания толерантности. Можно следующий слайд? Можно нашли микрофон ближе держать? Следующий слайд. В главном Белорусском театре уже второй год показывают пьеску, которая называется «Отколерантность». Я поставил Николая Федмика. И в оригинале этот пьеск называется «Бог резни» или «Бог войны». Но поскольку в Беларуси с войной ассоциацией не такие, как могут быть у европейских зрителей, поэтому режиссер спектакль решит назвать эту приставку «Отколерантность». И это довольно интересно, потому что если мы посчитаем декларацию о федерантности, которая была принята 16 января 1995 года, то мы увидим там слова «Толерантность» — это «Добродетство», которое позволяет нам преодолеть культуру войны, с помощью культуры мира, создать мир вместо войны. Вот. И, окей, режиссер Фенигин делает постановку, которая называется «Отколерантность», и он добавляет в эту постановку одну линию, которой в оригинальной пьесе не было. Пьесня, например, в 2006 году, а постановка в 2018 году. И Фенигин был в амбаре, разве еще кризис, связанный с бежевцами в Европе. И, может быть, добавление именно этой линии потребовало от него назвать этот спектакль не «Бог резни», «Бог войны», а «Толерантность». Я хочу сейчас показать вам цитату из интервью Пенигина, где он объясняет, что такое для него «Толерантность». Можно следующий слайд? Я читаю. Болтая о мультикультурализме и толерантности, можно не уметь сейчас становиться мирничеством в своей же стране. Можно много дорогих получать, понимая и применять людей. А в это время, когда люди будут пройдут в машину на полный месяц. И это очень больно. Я европейец, я это чувствую. Я хочу сказать, что, хотя с одной стороны, использование слово «толерантности» можно сказать, по крайней мере, в названии пьесы, соответствует тому, о чем говорится в декларации о «толерантности» или «толерантности», то, с другой стороны, это, может быть, не самое общее применение «толерантности», поэтому сейчас я бы хотела задать вопрос нашим экспертам. Как вы понимаете «толерантность» и если вы с другими пониманиями «толерантности», не похожими на вашим, и с чем это может быть связано? Спасибо. Спасибо. Я говорю большое спасибо всем, кто сегодня пришел на это мероприятие и остался нас послушать, потому что, мне кажется, что это очень важная тема. И мне кажется, что одна из важнейших тем, которую нужно обсуждать, поскольку мы очень осторожны к фону, который является стереотипным, который используется и о котором мы перестаем задумываться. И мне кажется, что очень показательно в самом начале, когда мы услышали, что декларация на русский язык переведена как декларация о терпимости. Очень интересно, почему мы, когда говорим по-русски, мы все равно говорим «толерантность» и никогда не говорим «терпимость». Есть какие-то, но у меня, конечно, есть, потому что этот вопрос у меня возник, и я об этом думала. И мне кажется, есть соображения, Татьяна? Да, тогда вот я Татьяна. У меня такое спонтанное соображение. Мне кажется, что все слова, которые не нашего родного языка, они воспринимаются как что-то новое. Например, вот семилизм, что-то похоже, происходит. То есть люди не создают свой конструкт, в котором по-никаку происходит такая дистанция. Совершенно верно. Вот это вот остранение не дает нам возможность додуматься о том, что на самом деле стоит за этим словом, какова у нее, какова у этой путью. Потому что, согласен, когда мы говорим «толерантность», у нас совершенно другой словесный ряд возникает. Мы вообще не задумываемся, нам кажется, что это слово, оно есть, такое и есть. Вот то, что я буду дальше говорить, я еще не говорить о том, как я понимаю «толерантность». Я бы хотела начать, прежде всего, с определения своей, наверное, идеологической, может быть, идейной позиции. То есть для меня важнее всего моральная свобода индивида. И в этом я отвечаю. Потому что у этого слова глубокие, во-первых, религиозные корни. Во-вторых, это слово является результатом властного дискурса, потому что кого мы терпим на самом деле? Что такое терпимость? Терпимость – это то, что мы считаем неправильным, не таким, как следует. Но, тем не менее, мы это терпим, мы допускаем его существование. Поэтому, когда мы говорим о разных форматах терпимости и о том, что мы продвигаем терпимость, мы всегда должны понимать, кто об этом говорит и зачем об этом говорит. Потому что, в принципе, сейчас философы говорят, что есть четыре подхода к пониманию терпимости как таковой. Это, во-первых, вот эта вот властная терпимость, когда иерархически какие-то группы допускаются в обществе, им разрешается существовать, хотя их стиль жизни, в общем-то, не определяет, не одобряется. Вторая – это такая горизонтальная терпимость. То есть это когда мы вот на бытовом уровне, у нас нет властного ресурса, нам не нравятся эти люди, но мы с ними не сражаемся просто потому, что какой-то минимальный консенсус нужен, мы избегаем с ними конфликта. Третья концепция заключается в том, что терпимость основывается на взаимном уважении. Вот это мне нравится больше всего, потому что это уважение не требует внутреннего принятия того, что делают люди. И очень интересная такая социолога Бриданского Ричарда Сенита концепция, которая говорит о пористости общества и о том, что, в общем-то, уважительное соседство – это то, как мы должны существовать. То есть мы должны уважать всех людей, не требовать их приспособиться к нашей жизни, но одновременно мы не обязаны принимать их образ жизни. И третий вариант – это позитивное принятие, когда я каким-то образом интереализируюсь, делаю свои внутренние ценности других сообществ и начинаю жить с ними вместе и в ладу. Но критики, вот это вот тексты декларации, а мы знаем, что документы Организации Дневных Наций – это очень сложные документы, поскольку язык в них – это ведь документы не обязывающие. Это означает, что язык должен приниматься всеми странами для того, чтобы они выполнялись. И вот этот сложный переговорный процесс очень часто искажает изначальную идею. Так вот, критики тексты декларации говорят о том, что уж коль скоро в декларации терпимость обозначена как уважение, как принятие и так далее, то тогда для нормального, обычного слова «терпимость», как мы привыкли его понимать, должно быть какое-то другое отношение. А терпимость, на самом деле, во многих случаях – это просто равнодушие и незаинтересованность. Поэтому, завершая пафос и возвращаясь к толерантности белорусов, мне кажется, что когда мы говорим о терпимости белорусов, то мы главным образом говорим о том, что наши соотечественники апатичны во многих случаях, равнодушны во многих случаях и не интересуются очень многими вещами. И от того мы имеем то, что мы имеем. Такая веселая сказочка. Спасибо. То, что тучится толерантности, у нас это слово есть на нашей миссии, что мы будем такое громадство, которое побудовано на принципах толерантности. И я завжди, когда я чую это слово, я разумею, что с разными и другими словами, которые сейчас используются на ней в стабильной новой коммуникации, каждый из нас, каждый из нас может разуметь их абсолютно по-разному. И в этом смысле разума про то, что такое толерантность для нас, как мы ее разумеем, она для меня так самым бачится вельно важной. Потому что для нас, когда мы кажем, что мы развиваем громадство, добывая на принципах толерантности, для нас это громадство как раз взаимополагает. Это громадство, где у каждого человека есть право быть иншим, есть право отраздноваться, есть право не вписываться в некую рамку, ножу, норму, якую в изначайне и крыло явно на большинство. А у этого человека есть это право, никто я вводит, я не буду за это суджать. И поэтому для меня это право взаимополага. И наша организация с этим працует разгрозные форматы. Мы нам княмся показать, что все люди разные. Так бывает. То есть, это может вас отраздноваться, в этом нема ничего страшного. Необовязково это понимать и в этом смысле поделять, что да, я поделяю качественность и иншого, поэтому я его принимаю. Необовязково абсолютно, а для того, чтобы давать иншому человеку право быть иншим и не робить ничего многотылного у относенных до тех людей, которые отразливаются от вас. Это то, что отличается толерантности, как мы ее разумеем, живая библиотека, и как мы ее спробуем просовывать в нашу формату. Я бы сказала, что толерантность для меня... Как я понимаю, толерантность или церковь... В общем, толерантность очень отличается от равнодушия. И если мы хотим создавать на самом деле такое реалистичное, толерантное общество, то, мне кажется, одно из главных – это то, что мы должны совершать какую-то работу. То есть то, что мы просто не против, что другие люди существуют, не значит, что мы толерантные люди. Потому что, ну, это вот то, что примерно сейчас в Беларуси, мне кажется, есть. Вроде бы как-то никто не против, но проблема начинается всегда тогда, когда мы вступаем в коммуникацию с этими людьми. И здесь уже ты не можешь просто от них отвернуться. То есть ты обязан с ними как-то взаимодействовать, и это предполагает какую-то активную работу. Мне кажется, что вот такие проекты, как «Живая библиотека», например, они как раз-таки вот развивают его толерантность, потому что тебе нужно совершить усилия. То есть это всегда какой-то момент там эмпатии, коммуникации, когда ты понимаешь, что есть другая точка зрения. То есть ты немножко превосходишь себя, а не остаешься в своем каком-то вверхе, замкнутом жесткими границами. Спасибо. Я хочу поблагодарить ваш ответы и сказать, что вот эта важная вещь, которая в том числе и в декларации этой стримии прописана, это понимание того, что все люди разные, что люди видят природу человека. Это написано в инфекции. Да, люди различаются по внешности, полу, поведению, ценностям и так далее. И всех с вами помогут оставаться. Главное признавать это различие. Я хотел бы спросить о мифе про федерантных белорусов, потому что я когда-то взял в какой-то инфекции и гуглил прямо миф о федерантных белорусах, я видел статьи, которые были написаны еще в начале многих годов. То есть 15-20 лет многие борются с мифом о федерантных белорусах, и у меня вопрос, вот, какие проявления этого мифа, каким проявлениям вы сталкивались с профессиональной или профессиональной деятельностью? И может быть что-то здесь, в конце говоря, федерантные белорусы? Ну, федерантные белорусы, которые... Я могу сказать, что я не сталкивалась ни с мифом о толерантности белорусах, потому что я все-таки предпочитаю это весь свой цепь. Вот. В принципе, обо всех белорусах я тоже ничего не могу сказать, потому что всех белорусов, к сожалению, не пришлось за свою долгую жизнь видеть. Мое сообщество, то есть люди, с которыми я общаюсь, это те люди, которые действительно позволяют мне практиковать свою собственную моральную свою жизнь. И если терпимость – это это, то, в общем, это так. Что касается того, на что мы ссылаемся обычно, что якобы граждане республики Беларусь мало возражают на то, что их раздражает, вот мы так это назовем, да, если мы их не будем распаковывать. У меня вообще к залу вопрос. Вот когда вы слышите вот это вот словосочетание «Толерантность белорусам», что приходит вам в голову? О чем вы думаете? Это просто первая ассоциация. Равнодушие, культура, неправда. Неправда. Равнодушие, культура, неправда. Наш внутренний стереотип. Стереотип. Ментальность. Ментальность. Ну, ментальность – это как бы… Ну, национальный характер. То есть национальный характер, все же мы считаем, что белорусы и церкви. Это патит. Вот, апатия. 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 Вот мне нравится это слово «апатия». Я как раз сама недавно его использовала. Мне кажется, это больше неверие в то, что ты можешь что-то поменять и лень что-то поменять. О, а потому что лень чего-то менять именно потому, что ты не веришь в то, что можно поменять. Вот. Вот. Я к чему это все веду. Что когда мы вот эти вот расхожие словосочетания встречаем, наша первая задача вообще их просто распаковать. Не проходить мимо и сразу начинать. Ах, вот мы согласны с мифом и толерантностью. Мы согласны с мифом и толерантностью. Нужно попытаться понять, что за этим стоит, что мы за этим видим. И вот сейчас даже, мы увидели, я, конечно же, выдергиваю, да, те ответы, которые мне понравились больше всего. Вот. Но, тем не менее, действительно, вот эта вот неспособность или нежелание что-то делать в той ситуации, когда ситуация тебя раздражает, да, хотя, на самом деле, это же не всегда так. И нормально очень часто люди, некоторые индивиды отстаивают свои права, да, те люди, у которых много моральной силы, много энергии, там, еще чего-то. Вот. Но в большинстве, конечно, не веря в свои силы, причем, наверное, не от того, что ничего нельзя изменить, еще и от того, что люди не знают, как это делать. Неинформированность, да, разного рода возможностей, отсутствия поддержки сообщества. Я, кстати, может быть, еще и потому, что у нас, я не знаю, согласятся ли со мной коллеги, но мне кажется, что у нас общество достаточно атомизировано. То есть люди одинокие. Сообщества не везде и не всюду поддерживают тех, кто собирается что-то делать. Вот. А когда мы видим одинокого индивида, который стоит перед государственной подмашиной, да, очень мало людей найдется для того, чтобы один на один встретиться со всем этим репрессивным аппаратом. На самом деле, ну, я имею государственную аппарату, в этой стране он всегда репрессивный. Я столкнулась впервые с мифом о толерантности в школе, когда нам в учебнике так и было написано, что белорусы толерантные люди, и мы толерантный народ. И, как правило, это подкреплялось тем, что в белорусских, там, на стычках, в каких-то маленьких городах всегда существовали разные религии. Ну, разные, имеется в виду, христианские религии, это там православные, просто разные направления христианства, православные и католические. То есть во многих местах, что до сих пор есть и католические, и православные храмы чуть ли не на одной площади. И отсюда мой такой тезис, что мне кажется, белорусы, в принципе, сами по себе, они и толерантные, и не толерантные, но то, как они относятся к каким-то определенным группам, зависит от того, насколько они имели опыт взаимодействия с этими другими. То есть исторически так сложилось, что у нас были две эти конфессии, и мы как-то привыкли с ними жить, и у нас нет каких-то предусуждений, предрассудков по поводу них. То есть мне кажется, что более или менее мы вот эту тему проработали как-то нормально, другого относимся. Но если мы посмотрим, что как сейчас или гипотетически могут белорусы относиться к представителям других религий, например, там, исламской, которых меньше всегда было традиционно, или там, юдисты, или китайцы, сейчас приезжают как-то новые национальности, с которыми мы никак не взаимодействовали, поэтому мы не знаем ничего про них, мы их боимся, и как бы не принимаем. И еще добавляет не развивает толерантность, мне кажется, то, что мы можем, то есть нету какой-то активной политической жизни, то есть нету пространства общего, где мы могли бы столкнуться с этим другим образом. То есть если бы этого было больше, мы бы больше разговаривали друг с другом, то, мне кажется, толерантность бы развивалась. Но так как в принципе политической жизни очень мало, мы, как Марина сказала, очень оптимизированы, живем, и мы так и продолжаем. Сейчас, я тоже хочу сказать небольшую историческую remarку. Один пример вот такой геологической телературности в Беларуси, международное существование разных конфессий, и сейчас это приводится к примеру небольшого города Ирия, в котором татары жили прям с времен Витовка, и вообще мирно проживались и католики, и старые, и православные в одном небольшом городе. И в 2008 году в этот небольшой городок была специфическая социологическая по предпету Светиана Габаларского. И она рассказывала, что вот жители, так говоря о том, чем они зародятся в своем городе, они предоставили существование в разных конфессиях. Но по факту эти разные конфессии в городской жизни не присутствуют. А мусульмане исполняют свои мусульманские обряды всегда дома. И в каких-то своих местах, про которые никто больше не знает. Которые исполняют свои обряды в своих местах, о которых не знают. В общественной жизни все это просто определенные люди, организированные, которые представляются как православными, католиками, и депутатами. То есть просто жители города Игорь. При том, что какие-то вещи, связанные с мирным депутатом существованием, действительно были. Например, горожане вспоминали, что в 80-е один из руководителей администрации, то ли городской, то ли районной, он был сам поляк, но у него была договоренность с мулой в Игоре о том, что мусульмане могут не работать в пятницу, потому что у них это выходные дни, и поэтому они работают в воскресенье. И это реально проявление рассчитывания рождещей и потребностей других людей и так далее. Но это было в 70-е годы, а в 2008-м году и сейчас таких вещей уже не наблюдали. более древние. Более древние. Теперь я понимаю отчасти неподобиратности, потому что на самом деле существование католической и православной церкви как признак реликозной церквимости это не потому что после восстания 63-64-го года на самом деле в тех местах где были католические охраны просто имперское правительство начало строить православную церковь. И поэтому именно поэтому в каждом заселенном пункте у нас есть, ну почти в каждом где сохранились, у нас есть католическая церковь и православная церковь. Вот вам, пожалуйста, мига терпимости. Даже это другое дело, что на территории Беларуси долгое время существовала и унианская церковь, которая в 1832 году была ликвидирована. Но тем не менее традиционно значит унианская церковь это союзно-технические православные церкви, где были обряды такие гибридные скажем так. И вот эта вот традиция действительно осталась. Потому что когда этнографы ездили в Беларусь и изучали как водолажское в 19 веке то, что происходит в Беларуси, они как раз таки говорили о том, что белорусы, жители белорусских гибридов когда говорили, они ходят и в православную церковь, и в католическую. Но чаще они сначала и в католическую церковь, а потом в православную. Поэтому опять всегда думать о чем же заболевали. Дочекалась. Мне, в этом смысле, так само верно подробно, особенно Танин, потому что я так само сидела и узгадывала, от какого пришло в первый раз в голову этот стереотип про то, что Беларусь толерантна. Это было про школу, про конфессии, и в последний момент что-то пошло не так, и мы решили, что мы толерантны до всех, а не только до конфессии, хотя и это миф, но и не больше. Да, у некий момент что-то докладно пошло не так, и мы, например, начинали 5 года тому працевать с форматом живой библиотеки, мы реально сильно усведомляли, что толерантность для нас это стереотип, и нам с початку реально требует говорить стереотип про толерантность, как бы, как бы, сделать людей больше проблем, кроме до инших, как бы, они одно одного больше поважали, слухали, и позволяли иншим людям быть иншими. Мне подается, что это не как бы, отбылось, в руку эта трансформация, потому что все больше, ну, значит, я все больше за это часто, потому что просто обратаю уваги, Мы видим различные исследования и артикулы, которые вельно поступово, правомерно разбирали эти стереотипы, показывали на доследованиях разное питание про то, что белорусы абсолютно нетолерантны, они не примают меньших людей. Мне кажется, что эти стереотипы все-таки уже не такие мощные, украненные, не все его уже на радость поделяют. Хотя, конечно, если пойти в школу, например, и посмотреть, что выкладывается, то все так же, как и было, никаких изменений, мы все еще такие же толерантны. Про какие-то опытовые штуки, где с этим затыкаешься, не знаю. Когда мы думаем, что это не часто, например, на самих мероприемствах, когда люди приходят и говорят про то, что нет, но у нас, в принципе, стереотипа не мая, не толерантны, но и начинается, а где-то я не пойду, а где-то феминистки такие, а где-то хомосексуалисты такие, по которым я не пойду с ним разговаривать. И да, а где-то человек толерантный, а где-то толерантность его выключается. И это так само наша такая, я не ведаю, такая конструкция в головах шмат кого, коли мы кажем, что мы такие, наприклад, мы поважаем пробежанчин, але нормально, коли они зарабляют меньше на той же самой посаде. Я добро ставлюсь до всех людей, але я вас там есть, и вот за всем не веду коммуникаций. И это, ну, такие какие-то конструкции, за какими треба бороться, но я не помню, что это допомогло, или пожелая бюджета, а кого… Напоминается. Вот возражу, потому что что… во что именно случилось, я скажу, возражу, да? Вот, а возражу на то, что вот Марина сказала, что человек воспринимает и называет себя как человеком терпимым, вот, а на самом деле не хочет разговаривать с феминистками, допустим, да? Я считаю, это нормально, потому что, на самом деле, я не обязана разговаривать со всеми. Я не должна каким-то образом, я не знаю, высказываться… Хотя я и высказываться могу особенно в дискуссии, да, с феминистками, если… Не потому что я ими, как раз наоборот, но я для того, чтобы… Да, в качестве примера, да, я ведь могу высказываться, то есть я могу придерживаться своей другой точки зрения, да, и мы обязаны дискутировать, если хотим, мы можем это обсуждать, если хотим, мы не можем, можем это не обсуждать. На самом деле, есть еще Карл Поппер, такой философ, я прошу прощения за вот все эти отсылки, но, честно говоря, я так думаю, поэтому так и говорю. Вот, он сформулировал так называемый парадокс толерантности. Парадокс толерантности заключается в том, что, если общество полностью толерантно, то, в конце концов, те, кто не толерантны, эту толерантность уничтожат. Значит, возникает вопрос, до какой степени толерантное общество позволяет себе быть толерантным? И где вот эта вот граница свобода высказывания, свобода сознания и свобода выражения мнения? И вот тут мы очень часто опять сталкиваемся с тем, что может называться или называется на политическом жаргоне как это позитивная дискриминация, да? Когда какие-то высказывания, в принципе, потому что, а неолиберальный наш политический дискурс, он очень репрессивный, он очень не разрешает нам, он абсолютно не дает нам свободу морального суждения и высказывания, потому что он формирует индивидов таких, как такие нужны этому либеральному, этой неолиберальной структуре. Вот, и получается, что, кстати, вот, и это может порождать вот эту самую неоткративность, потому что тогда человек придерживается определенной точки зрения, да? и не может ее высказать, потому что достоинствующий дискурс считает это неправильным, нехорошим, с ним не вступают в дискурсию, то, в общем-то, что остается этому человеку замкнуться в нем нести к окружающим, потому что для него не дает высказать, поэтому тут как-то надо... Не обязательно, чтобы все говорили про иммунизм, конечно. Очень важно сохранять признание различий между людьми, и мы уже в обсуждении пришли к такому выводу, что миф о недолерантности, он связан, в самом деле, с тем, что люди, скорее, люди просто равнодушны, апатичны, или различия не могут проявляться публично, они просто невидимы в общественной жизни, а потом они становятся виденными, сразу возникают и какие-то конфликты. И я бы сейчас хотел поговорить о том, какие различия вот сейчас в белорусском обществе становятся видны и вызывают конфликты. И у меня есть несколько слайдов с результатами социологических исследований о просто ценностях и общественном мнении белорусскому. Я хочу показать. Можно? Следующий слайд. Да. Это исследование 2016 года. Там спрашивалось, насколько лично для себя вы считаете приемлемым проживание по соседству с разными группами людей. И красное – это значит неприемлемое. И мы видим, что, например, 90% участников этого опроса – это тысяча человек. Случайно выборки. То есть это представление о мнениях взрослых белорусских горожан. 90% не хотели бы жить по соседству с потребителями наркотиков. 70% не хотели бы жить по соседству с людьми, живущими с ВИЧ. И чуть-чуть меньше, например, настолько же не хотели бы жить по соседству с представителями ЛГБТ. А что касается иного вероисповедания, то здесь уже какого-то такого напряжения не существует. И, видимо, да, люди из большего готовы мирно существовать вместе с представителями других конфессий. Вторая часть этого вопроса – это про мигрантов, беженцев и так далее. Здесь хотели бы, насколько приемлемо для вас жить с представителями другой расы государства, с людьми, которые разговаривают на другом языке, с иностранными рабочими и с иммигрантами. И хотя примерно описываются одни и те же категории людей, мы видим, что меньше всего хотели бы жить рядом с иммигрантами. И, может быть, просто само слово может пугать людей и настраивать их негативно. Можно следующий слайд? Эта картинка используется практически во всех статьях про то, что белорусы неколерантны, начиная с 2017 года, когда она впервые появилась в СМИ. Это результаты психологического теста, который на специальном сайте Тарбуде проводился. В нем любой желающий мог ответить на вопросы об ассоциациях с людьми с кожей разного цвета. И всегда из этого делались выводы о их российских отношениях, не всегда осознаваемых. И получилось, что, к сожалению, здесь не особенно видно, но могу сказать, что белорусы здесь треть из конца хуже отношения к людям другой расы только в Чехии и в Литве. Да, в Чехии и в Литве. Но примерно такое же плохое отношение в Латвии и в Украине. А данных по России не было. Здесь этот вопрос сильно разошелся и, ну, типа, белорусы третьи с конца в рейтинге по расизму. Какие же они толерантны. Но здесь интересно и важно понимать, что это тест, который люди проходили самостоятельно и отвечали на вопросы на английском языке. То есть отвечали на эти вопросы люди вполне себе образованные, способные понять эти вопросы и ответственные. То есть это мнение не всех людей, которые живут во всех городах Белоруссии. Это мнение, скорее, очень образованных людей. И, ну, довольно характерный пример. Третий слайд. Это результат исследования уже 2019 года. Вопрос был сформулирован таким образом. Что, по вашему мнению, достойно общественного порицания? Ну, и там много разных вариантов ответов. Например, больше всего достойно порицания кража чужой собственности. На втором месте наркоманы. На третьем – если муж бьет жену. На четвертом – получение взятки. Дальше у фокализма. И здесь, в этом списке, есть такой вариант ответа, как доносексуализм. И доносексуальность достойна общественного порицания по мнению 73% ответивших. 73% взрослых белорусских горожан. Довольно высокий показатель, можно сказать. То есть вот это раздвичие, оно у равнодушных и апатичных белорусов может вызывать живое неприятие. Точно так же, как живое неприятие вызывает нелегальная иммиграция, 62%. И также, честное отрицание одновременно с этим всем заслуживает расизм. То есть большинство людей считают, что Россия заслуживает отрицание. Как и иммиграция. Вот, это сейчас слайд, который я хотел показать. И теперь у меня вопрос к нашим аспектам. Как по-вашему, какие различия вызывают у людей конфликты и враждебные отношения? Может быть, даже симфобия? Ну, я думаю, что опять же те группы, с которыми люди меньше всего взаимодействуют. Ну, честно говоря, я даже не могу прямо так статистически говорить, но общая логика, мне кажется, в том, что чем меньше люди контактируют... Может быть, это связано с тем, что, например, скорее всего, каждый из людей контактирует с гомосексуальными людьми, например. Но это как бы не принято, и люди это не афишируют. И опять же, если уже на будущее, на развитие толерантности работать, и думать, что с этим делать, можно просто обращать внимание на то, что вот эти другие люди — это и мы сами же, и наши знакомые, наши близкие, наши родственники. И мне кажется, что это может как-то развить ту самую настоящую толерантность. Ну, для меня это, напомню, два вымерения. Одно — это то, что я зауважила про наш формат, про живые библиотеки. И это не только про живые библиотеки, но и про то, что в публичном дискурсе наиболее живо и ручно отмарковывается. И я зауважила как раз адворотную штуку, что то, что есть у каждого из нас, на то мы реагуем больше. Что я имею в виду, это, например, сексуальность и гендеры. Потому что непозбежно у каждого из нас эти характеристики есть. И, соответственно, у каждого и у каждого из нас есть полная позиция. Потому что у нас есть свой полный досвид. И для нас он нормальный. Ну, в смысле, он наш. Значит, он, ну, таки, правильный, яснуючий, назовем шеем, что дзерна. И поэтому, когда мы бачим на той же живой библиотеки, мы бачим людей с абсолютно иншим досвидом, которые по-иншему живут, с иншим гендером, с иншей сексуальностью, тем мы бачим это в публичной просторе, то в это вовлекает у нас некие наибольши эмоцииные и наибольши звучные реакции. Тем или кумы не подается, потому что нам хочется бронить себе. Нам хочется бронить себе и сказать, что, ну, наш же доз вот и он самый нормальный, а весь остатний доз вот и он ненормальный. И никакой объемной слова, потому что вот так. Это то, что я зауважила за пять годов. Другая штука мне так сам, она больше подобная на то, что Таня так сам оказала. Это про бачность и небачность. Некоторые штуки можно зауважить, некоторые – не. У нас был забавный вотбук. Моя организация, разом с коллегами, робила форум по обмене инклюзивными практиками или инклюзию. И, как и после любого нашего мероприемства, мы обрезково сбираем заворотную совесть про тое, как прошло мероприемство, что было доброе, реально, любые ваши комментарии. И один из комментариев учал про тое, что классный форум, все круто. Али вельми шкода, что сироты ведущих форума и ведущих секций, а нас было три девочки. Это я, Светлана Зинкевич и Валерия Волковонова, взрослые европейские эксперты за коммуникацией. И нам сказали, что шкода, что сирот дадучих и спикерок форума не было тех самых представников, представниц у разных группов. Дякую, что внешне мы у троя выглядаем нормальными и подпадаем под некую норму в этих людей, но это про тое, что люди не ведают, кто я. Мог чима я инши сексуальности, мог чима у меня есть инвалидность, не ведаю, мог чима, что есть еще некие характеристики, но покольки внешне я выглядаю типу нормавана, то вот можно предъявлять и не предъявлять мне эти инши претензии. И это мне поддаётся вось это инши вымерение про тое так само, что частка социальных групп и частка социально-уразливых групп за этого вымушена мимикрирует под эту вельную явную норму и робить выгляд, что да, мы, как все, и на самом деле это очень эмоционально попутывать и не отчувать себе собой. Вот. Мне кажется, что Татьяна и Марина как раз-таки две самые принципиальные вещи обозначили. Во-первых, действительно, мы боимся, опасаемся тех и того, чего не знаем, тех и того, с кем не сталкиваемся, и второй момент, когда мы сталкиваемся с тем, что угрожает нашей идентичности. Вот мне такой, как я есть, потому что для того, чтобы вести жизнь такую, как я хочу, то есть я создаю, вот живая библиотека, я создаю рассказ о себе, да, что такое я, что такая моя личность. Моя личность – это нарратив, это то, что я себе о себе рассказываю. И когда я сталкиваюсь с тем, что бросает вызов моему рассказу, оказывается, что мне нужно полностью свой рассказ менять. И если мы редко встречаемся с теми, кто вот эти вызовы нашим рассказом бросает, то мы просто не привыкли к этим практикам, да. Мы не знаем, как переосмыслить свое положение в этом обществе, если есть люди, которые думают по-другому, живут по-другому, одеваются по-другому, едят по-другому. Да, и это воспринимается… Можно шкалу придумать эмоции, да, от просто равнодушия, отрицания, раздражения, активная агрессия – это уже зависит от обстоятельств. Но вот это вот две очень важные вещи. И еще, мне кажется, вот одна вещь, о которой Марина сказала, о том, что вот, наверное, действительно внешние проявления инаковости вызывают большую такую непосредственную реакцию. Почему, опять же, потому что думать не надо. Потому что сразу видно и можно показать пальцем. Вот, собственно, и все. Дополню, пришло в голову еще третий аспект. Я согласна, что вот это видимость, потом идентичность. И вот почему тоже на гендер я замечаю, что очень люди живо реагируют, потому что у нас, ну, в культуре эта гендерная идентичность, она первичная, да. Там первые годы жизни нам говорят, что кто я? Я девочка или я мальчик. И оно вот очень воспринимается как бы близко к сердцу, потому что, я так понимаю, что в других культурах это не обязательно так, да. Бывают разные идентичности. И еще третий момент про осознавание других групп как угроза для каких-то своих привилегий. Может быть, это там связано и с равноправием гендерным, но в большей степени, наверное, про ресурсы в плане денег, работы. Например, почему к эмигрантам так осторожно относятся. Потому что предполагается, что они будут отбирать наши рабочие места. Ну и опять же, постигают на нашу культуру, которая часть идентичности. Спасибо. Хорошо. Вот как только различия становятся более видимыми, то сразу начинаются конфликты. Как только наши идентично ставятся под угрозу, мы начинаем немного нервничать и переживать. Что так можно исправить эту ситуацию? Что можно делать с нашей естественной склонностью реагировать, может быть, враждебно на различия, на другие способы жизни, отличные отношения? Не бояться думать и разговаривать, наверное. Сказать, конечно, проще, чем сделать. Ну да, в общем смысле, это, кажется, вообще развитие политической культуры, когда бы больше разных людей участвовали в политической жизни. Потом в медиа больше разных историй про разных людей. Для людей, которые просто живут, не работают в медиа, не занимаются политикой, это, мне кажется, может быть таким развитием толерантности, усилие всегда думать, что есть другие люди. Например, если вы организовываете какое-то мероприятие, можно подумать, что есть люди, у которых есть маленькие дети, как они придут, или люди, которые передвигаются на коляске, или люди с ограниченным зрением. То есть это какое-то совершать усилие, потому что мы вроде как не против, чтобы разные люди проходили, но для нас их отличия остаются в таком слепой зоне. То есть нужно думать, кто бы мог, кого мы исключаем, то есть постоянно вот это рефлексировать. Ну, у меня на самом речи время подобный отказ, я усыпадаю за баченем нашей организации, это размовлять и робить больше бачным. Размовлять, мы долго на самом речи уже упомниваемся, что это головное, в принципе. У нас, снова же таки, нас не учить размовлять, нас не учить комуніковать на самом речи. У тех установах, где мы учимся, достатково в державных установах, достатково авторитарные подоходы, и тебе кажут, что робить, что не робить, и не учить при этом размовлять, размовлять с иншими, аргументовать свою позицию. И мы бачим, и сам формат на приключевой библиотеке он тогда довольно выключено на коммуникации. Головная теория складается от тем, что только, когда мы на речи поразмовляем с человеком, у нас что-то разборется, мы будем глядеть по-иншему на этих людей. Другая наша уже теория, с которой мы так само працюем, это гипотеза про то, что когда разные социальные группы будут больше бачными в публичной просторе, то, грубо говоря, они так само станут нормальными, и они для нас станут нормальными у двух костей обовязково нормальными, потому что мы будем бачить. И для нас человек, который пересовывается в ласку, уже не будет часто слишком натуральным, потому что инфраструктура будет комфортной, в этой роде будет по всему, и мы их будем воспринимать как частку своего реча истинности, и они не будут восприниматься, как что их нет, и поэтому про их, например, не нужно думать. Так само для меня важно думать про других, и тут сразу включается принцип «ничого про нас без нас», потому что вельно складано думать за других, и простей разом з іншими, думать про их, как им было комфортно. Мы так само зараз с этим працуем, и будем поширать працу в наступном году. И опять организации, которые работают с людьми с инвалидностью, с людьми с порушениями слыха, зрока, и они разом зимы створяют розные вайды про то, как же не забыть створить полные потребы, уличить полные потребы людей, зарабить для их умовы, в которых им будет комфортно присутствовать в просторы, потому что вельно часто, когда думать про мероприемство только со своей кропки лечения, только со своего досвиду, ты близко что-нибудь забудешь. Веду, у меня нема маленьких детей, и я не буду уявлять, что а что новую потребность? Ну, цацки наполненные, это максимум, что я сама себе придумаю. Или там, не веду, я ем мясо, поэтому я могу просто не узгадать про то, что, блин, а есть же люди, которые не надеять мясо, например, у них треба зарабатывать какую-то иншую ежу, потому что у нас мероприемство дожится три раза города, и инших вариантов нема. И в этом смысле, ну, и я еще больше взгляд на стане, когда ты кажешь, что треба работать выселки, потому что я реально разумею, что это выселки. Это не вельно просто думать, а, ну вот, инши люди, вот списочек, что треба зарабить, это реально праца. И на первых этапах это вельно складанная праца, спробовать никого не забыть, спробовать улучшить все потребы, не раздражняться на то, что в этой потребе есть, и некоторые потребы могут не поддаваться суперглупыми, не веду, и ты будешь сидеть и со своей позиции думать, это фигня какая-то, что они не смогут потерпеть день? Ну, на самом речи, не смогут, будет некомфортно, и так далее. Поэтому, вот так самая великая такая праца по принятию наших, я по-иншему, и называю это не могу, кроме праца. По поводу, я вот сейчас вспомнила фразу одну, когда мне один коллега сказал, зарубежный, вдруг задал вопрос, а почему белорусы так ненавидят себя? говорит, это ненависть какая-то. И я вот сейчас подумала, что, действительно, мы живем в капкане вот этого вот модернистского представления о каком-то идеальном человеке. Белой, конечно, женой, и вся эта красота нечеловеческая с идеальными пропорциями. Вот. И мы относим ведь это не только к остальным, мы ведь это относим и к себе. И в школе нас тоже воспитывают, что есть некий набор. Ну, безусловно, есть какой-то консенсус в обществе должен существовать, да, иначе мы не сможем жить. Да, но в школе не говорится о том, что разнообразие большое, что люди очень разные, что вообще нет чего-то такого, что сейчас уже мы не говорим, что признано всеми. И вот начиная с себя, мы начинаем ненавидеть себя, потому что мы не представляем собой вот этого вот универсального, идеального человека. И, естественно, с тежими мерками мы относимся и к другим. И вот это вот и угроза мне, и угроза остальным, и вот это вот понимание, что мир разнообразен, и что, в общем-то, не обязательно все это золотое сечение, это наше все, вот, наверное, это тоже важно. И это нам мешает представление об этом. Спасибо большое. Может быть, в зале, у аудитории есть какие-то вопросы возникли по поводу того, как мы относимся к различиям, принимаем их или не принимаем, что нам сделать, чтобы лучше признать различия. Есть какие-то вопросы? или я передаю часть исследования есть вопросы? Есть вопросы, да? Есть вопросы, да? Ну, честно говоря, когда возникает вопрос о толерантности белорусов, итальянцев, французов, я, например, не понимаю смысл слова толерантность. Я считаю, что это ни о чем. То есть, в это слово попытались честнить очень большое количество, скажем так, эмоционально-психологических слов, которые отражают эмоционально-психологическую структуру личности. То есть, общительность. А? А? Ну, это какая микрофона. Хорошо. То есть, я не понимаю смысл этого слова толерантность. Это пытается одним словом, скажем так, описать многообразие вот этих вот поведенческих и психологических, скажем так, нюансов, которые возникают в общине и в жизни человека. Я, например, это слово не воспринимаю. Потому что есть веротерпение, веротерпимость, есть там понятие, скажем так, как человека, любви, ну и так далее, и так далее. Это самое. И прошло, чтобы вот этот семинар, вот эту вот лекцию, я пришел к одной единственной мысли, что нам, как белорусам, как нации, не хватает вот такого социального общения. Нас надо учить этому социальному общению друг с другом. В коллективах, где-то вот, в каких-то слоях, в каких-то... Социального чего общения? Общения. Да. Вот я вырос в советской системе, да, у нас было развито чувство коллективизма. И где бы, в каком коллективе чужом я не оказывался, где бы, в каких вот таких посылках интеллигенция, там, ученые, скажем так, кристианство или еще где-то, мы всегда находили общий язык, и всегда у нас было нормальное, хорошее общение. на каком-то определенном среднем уровне. Вот сейчас я наблюдаю такую тенденцию, что каждый человек как бы автоматически превращается в одиночку. Все его социальные навыки общения, нотальные какие-то вещи обрезаются, и человек как бы в кокон вот в такой вот капсулируется. И для того, чтобы из этого кокона вывести человека, нам нужно просто, скажем так, устраивать психологические тренинги, посвященные общению друг с другом. Возьмите итальянцев, возьмите французов, они толерантные нации, но как они общаются, во что вам вопрос задать. Вот вы говорите про то, что в советское время был коллективизм, и было общение в советское время. И мне интересно, вот в этих коллективах люди были одинаковыми, или были разные люди, и сильно отличались между собой. Может быть были какие-то различия, которые не принимались, или считались чем-то плохим, нехорошим, нерожным, от чего нужно избавиться. Ну, в общем-то, что я скажу немного. Идеология была в общем-то одна и та. Пробедные идеологии вроде бы люди как бы должны быть одинаковыми, стандартными, шаблонами. когда общаются конкретно с человеком, или с каким-то там коллективом, или крупных людей, выявляются, что они все разные. Они разного уровня, разного характера, разные, скажем так, чувствования разные, и так далее, и так далее. Вроде бы все стандартно по шаблонам, а когда конкретно начинаешь общаться, видишь, что это, ну, другой совсем человек, это не шаблон. понимаете, нельзя о каждом человеке тогда было сказать, что они все одинаковые. Каждый был со своим темпераментом, со своим характером, со своим, скажем так, образованием, и так далее, и так далее. Он был личным. Мы личности общались друг с другом. Сейчас это все обрезаны. А к чему это, вернее, что подвигло к тому, что мы стали все вот такими, эмоционально обрезаны. Ну, интернет, можно на это все свалить запросто. Потом глобализация, когда на тебя внешнее давление вот такое вот оказывается, и ты не в состоянии как-то противостоять тех, хорошо. Хорошо. Спасибо большое за ваше мнение. Я не знаю, нужны ли комментарии. Единственное, что по поводу терпимости. Действительно, с точки зрения эмоционально-психологической, действительно, терпимость находится в ряду целого спектра чувств от полного приятия до агрессии. Это один момент. Второй момент, то, как это трактуется на политическом уровне, как политика, как декларация. Я могу даже специально принесла, могу зачитать, чтобы не было разночтений. То есть, когда политики говорят о терпимости или о толерантности, они говорят о следующем. Терпимость означает уважение, принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявления человеческой индивидуальности. Терпимость – это не уступность нисхождения или потворчества. Терпимость – это, прежде всего, активные отношения, формируемые на основе признания универсальных прав и основных свобод человека. Ну, и так далее. То есть, здесь, в общем-то, когда об этом говорят политики, вот они говорят об этом. Когда мы, люди, говорим о том, что кто-то нетерпимый, мы можем отсылаться действительно к политическому уровню, либо говорить о своей или чьей-то эмоционально-психологической позиции. Это один момент. Второй момент, что касается советского коллективизма, да, то, на самом деле, я тоже жила в советское время и знаю прекрасно о многочисленных случаях постракизма. Люди, которые вообще исключались, не говоря уже о представителях ЛГБТК плюс сообщества, да, то есть, законы даже, по-моему, были, которые, в общем-то, это наказывали, да, поэтому, как карали, да, тюремным заключением, поэтому, в общем-то, да, все были равны, но были равны те, которые вот идут в ногу, вот, ну, в общем-то, никакой ностальгии, поэтому, у меня нету. Спасибо. Еще вопросы, да? А, хорошо, тогда можно? Да, бывает часто такая ситуация, что потерпимостью понимается плюрализм мнений, которые часто друг с другом конфликтуют, вступает такой очень острый конфликт, например, допустим, там, представитель ЛГБТК, или, там, феминистических взглядов, высказывает какое-то свое мнение, а в ответ слышит что-то такое резко мизогинно, и оправдание, в качестве оправдания появляется, а у меня такое мнение. Ну вот, да, я не соглашаюсь с тем, что там женщины должны быть правы, там, и женщины и мужчины должны быть уравнены в правах, но вот у меня такое мнение, я имею на него право. И, вот, у нас же там, плюрализм в обществе, вот, почему ты не принимаешь мое мнение, у меня такое. Ну, вот, как вы на такие высказывания предлагаете реагировать вообще? Это же очень распространенная ситуация сейчас. Вот, интересно. начну, да, потому что, во-первых, это нормально, да, то есть то, что у людей разное мнение, вот он у нас плюрализм. Дальше, вы высказали свое мнение, ваш оппонент высказал свое мнение. Дальше нужно, на самом деле, понимать, какая ситуация, то есть, хотите ли вы именно этому человеку, здесь и сейчас, доказывать что-то, да, и насколько он, например, меняем, потому что есть люди, которые просто заядлые спорщики, которые готовы спорить на любую тему. То есть, после того, как вы себе ответили на все эти вопросы, вот, да, нужно начинать дискуссию, но дискуссию тоже аргументированную, то есть, озаботиться самой тем, какие аргументы, во-первых, понять, какие аргументы у этого человека, да. Потому что, первое, чтобы я спросила у этого, ну, если бы я вдруг решила, что я буду здесь связываться в дискуссию, первое, чтобы я спросила, почему вы так думаете? И вот только после того, как человек бы мне ответил, почему он так думает или она, после этого, наверное, я бы начала что-то возражать, если это нужно этому человеку и мне, потому что очень часто бывает твое мнение против моего. И еще есть один момент, когда мы затеваем такую дискуссию, мы плохо информированы, у нас у самих недостаточно аргументов, чтобы оставить свою точку зрения, мы обижаемся, и вот эту вот нашу вину перекладываем на другого человека, потому что якобы это не наша проблема, что мы плохо информированы и у нас мало аргументов, а это вина того человека, потому что он с нами не соглашается, да. Вот. То есть, и вот, когда мы вот это вот все принимаем во внимание, и что самое главное, ну, это то, что очень важно для меня, да, это то, что мы даем человеку моральную свободу, свободу его суждений, он имеет право приходить к своим собственным суждениям, своим собственным способом, и он всегда имеет право его высказывать. Вот это первое, с чего мы вообще должны, вот первое, для меня лично, позиция, с которой мы вообще должны реагировать на любое высказывание, какое угодно. Здесь я могу возразить вот тот же, можно привести пример парадокса Поппера, да, то есть, если мы учитываем, что, или соглашаемся с тем, что у каждого может быть свое мнение, значит, мы можем согласиться с тем, что там у фашистов может быть свое мнение, у сынов, ну... Абсолютно. Но парадокс Поппера, вот я вам зачитаю и дальше, что Поппера об этом говорит, потому что не хочу своими словами. Поппер вот что об этом дальше говорит. Он говорит, что я вовсе не заключаю, что мы всегда должны подавлять высказывания нетерпимых суждений до тех пор, поскольку мы можем рассматривать их и справляться с ними при помощи рациональной аргументации и поддерживать их, я просто сразу с английского, и проверять их или подвергать их проверке с точки зрения общественного мнения. До тех пор, вот пока мы можем это сделать, подавление, конечно, будет неразумным. То есть это опять, это опять очень сложный вопрос, который касается пределов ограничения свободы высказывания. Кстати, про язык ненависти я тоже могу сказать, про который мы сейчас так много замечательно говорим. Вы знаете, откуда появился в декларации вот это выражение «язык ненависти», когда он обсуждался? Это словосочетание было внесено по настоятельной просьбе Советского Союза, потому что это была холодная война, то есть это уже началось противостояние между своими системами. Тогда уже пропагандистские вот эти вот начинались заходы со всех сторон. Именно Советский Союз настоял, Элеонора Розвер сопротивлялась ее стороннике, а Советский Союз настоял, чтобы о языке ненависти вот это вот выражение было включено, потому что оппоненты этого словосочетания говорили, что «язык ненависти», вот это вот, если мы включим это в декларацию, то это прямое ограничение свободы выражения мнения. Мне кажется, я тоже прокомментирую. А еще был молодой человек за женщину. Мне кажется, тут надо разделять личный контекст. Если вы общаетесь в таком приватной сфере, тогда это просто вопрос ваших границ и вообще, наверное, может быть знаком, что человек не очень-то хочет с вами что-то обсуждать и на самом деле приходить к какому-то консенсусу. То есть, если он не хочет понять вас, зачем вам стараться навязывать свою точку зрения. Но мне кажется, что все-таки, если это публичный контекст, есть социальная справедливость, связанность тесно с понятиями о личном достоинстве, и когда это уже происходят такие публичные оскорбления, ну и тут надо смотреть, я не знаю, уголовный кодекс, ну и не уголовный, другой кодекс. Ну да, я не знаю, насколько там сильное оскорбление, но и опять же понятие hate speech, может быть оно и было тогда введено, язык ненависти. Но сейчас, насколько я знаю, он очень сильно развивается, этот концепт. И это вполне конкретные там высказывания, конкретные вещи, которые... Хотя у нас тоже, я так насколько знаю, в Беларуси ведется бурная дискуссия по поводу того, что считать hate speech, что нет. Но есть такой феномен, и это не всегда безобидно, на мой взгляд. Спасибо. У нас еще был один вопрос. Всем добрый вечер, меня зовут Костя. Такой вопрос. Я услышал из этой дискуссии, что среди беларусов распространена такая толерантность в форме апатии, безразличия. То есть мы как будто бы толерантны к тем людям, которые не угрожают нашей идентичности, которые где-то далеко, если эти различия какие-то не видны и так далее. И в противовес, по крайней мере, некоторые из вас говорили, что нам нужно продвигать другую толерантность, ту толерантность, которая основана на понимании, то есть нам нужно рефлексировать, почему эти люди другие, нам нужно задумываться о их потребностях, как говорили о том, что нам нужно разговаривать с ними, развивать политическую жизнь. И мне кажется, что если делать так, то если задумываться о том, почему люди разные, почему различается образ жизни и так далее, то, ну вот, например, мужчине, женщине, разный образ жизни, но это не просто различие, которое можно принять. Мы можем задаться вопросом, почему это выгодно, и мы поймем, что на самом деле это ассимметричное различие, то есть мужчинам выгодны существующие гендерные рамки. Если мы задумываемся, почему одни люди богатые, другие бедные, мы увидим, что причина в том, что экономика устроена ассимметрично. И вот продвижение вот этой рефлексивности, если разные группы будут представлены в политическом поле, если мы будем со всеми говорить, со всем задумываться, не приведет ли это не только к тому, что с некоторыми людьми мы будем лучше уживаться и жить более мирно и дружелюбно, но и к тому, что это обнажит новый социальный конфликт, и вскроет противоречия, и будут новые столкновения в обществе. Как вы думаете, вскроет приведет? На самом деле, да. Будут новые столкновения, и это хорошо. Когда выявятся новые социальные противоречия, это хорошо. Потому что хуже, когда социальные противоречия не выявляются, и с ними ничего не происходит. Другой вопрос, как с этим ладить потом, да? То есть, каким образом выходить из конфликта? Разные есть способы. Конечно, есть способ подавления просто, и опять ухода от рассмотрения этих социальных конфликтов. Но если мы будем стараться разговаривать, и если мы будем давать возможность многим людям стать видимыми, то возможность для этого подавления и образовываться, и там прочее-прочее, о чем мы говорили, то, может быть, возможностей для подавления вот этих вот дискуссий и очевидности противоречий новых групп будет меньше. Мне кажется, тут два момента есть. Во-первых, вопрос власти. Да, действительно, если там... Ну, в общем, люди, богатые люди хотят богатеть, да, по такой логике, и им выгодно положить такое положение, чтобы там бедные и уязвимые оставались такими же с одной стороны, но экономика — это же не единственный аспект вообще общественной жизни, и поэтому вот проводя такие дискуссии и что-то меняя, мы можем эту власть усиливать свою и кроме экономического дискурса выводить еще какие-то другие дискурсы, потому что качество жизни не определяется только экономическими показателями, ростом ВВП и прочее. Сейчас уже это на уровне ООН и других серьезных организаций признано. А с другой стороны, я знаю, что в коммерческом секторе есть исследования по тому, насколько растет эффективность и производительность, если включаются другие группы. Например, мы всегда недополучаем ресурсы от женской группы, да, или от каких-то, ну, других людей, других культур. И вот есть такая хорошая экспертка, которая работает в IT-компании крупной, Анна Бондаренко, она всегда про это говорит, может быть, из этого медиа тоже можно про это почитать. Есть конкретные исследования, которые подтверждают это, и просто об этом нужно знать и рассказывать бизнесу в том числе. Антон, тут было еще питание. Толерантность уступает нетолерантным, то есть та же группа, вот, например, был один из кейсов, например, когда ЛГБТ-сообщество, которое уступает, требует какие-то толерантности, но при том же, вот, допустим, был бренд-менеджер, то есть Брэндон Айп, руководитель компании Mozilla, который просто пожертвовал деньги на поддержку семейных ценностей. Тем самым он просто выразил свое мнение, что оно пришло. И ЛГБТ-сообщество как бы активно ополчилось, и человеку просто пришлось уволиться. То есть не было ни оскорблений, ни дискриминации, просто его отличалось мнение, было не столь толерантным, оно было высказано в той форме, что он пожертвовал тысячу доноров фондом семейных ценностей. Это были его деньги, которые он пожертвовал, просто поддерживал семейные ценности, то есть выставил корректно свое мнение. За это его люди, которые требуют толерантности, грубо говоря, съели. Это мы опять возвращаемся к парадоксу толерантности, с одной стороны. С другой стороны, мы приходим к ситуации, когда слова становятся оружием. Вот это не либеральный дискурс, потому что... Кстати, очень интересно, потому что компаниям выгодно демонстрировать определенный набор ценностей, потому что благодаря демонстрации этого набора ценностей она сохраняет лояльность клиентов, получает дополнительные дивиденды и так далее. И весь этот скандал, на самом деле, был чрезвычайно выгоден компании. Потому что вот уязвимая группа, вот мы его уволили там и прочее, прочее. Это был замечательный пиар просто. Вот я вам точно скажу. Что касается другого... Ну, почему уволили, например, да? Что касается вот этой нетерпимости, вот как раз-таки в рамках парадокса толерантности обсуждался этот вопрос. Например, что касается религиозной толерантности... Вопрос, на которого нет ответа, на самом деле, и о нем надо думать. Потому что что касается толерантности религиозной, мы предполагаем толерантность к религиозным группам, как многие из которых сами по себе нетолерантны. Которые нетерпимо относятся к иноверцам. И что нам делать в этой ситуации, да? То есть позволить себе как-то их переделывать или не переделывать. Ну, вот, не знаю, я ответила ли на ваш вопрос. Я думаю, что, может быть, там ответит Майана и Татьяна. Но мне бы, вот, я сейчас подумала, хотелось вернуться к вопросу с точки зрения, там, социальной справедливости и уязвимых групп. Но третье, о чем я думала всегда. Когда мы говорим в Беларуси об уязвимых группах, мы говорим о ком угодно, да? Много о ком. Но почему-то мы не говорим о тех, никогда мы... Вот я не слышала вот в дискурсе о таком, о тех, о бедных и о тех, кто живет за чертой бедности. Мы их каким-то образом рассовываем по другим группам, да? Уязвимым. И мы этого не видим. Вот эта категоризация... Я не знаю, там Антон как раз хотел, наверное, про уязвимые группы сейчас рассказать. Но вот это пусть будет вступление, да? К уязвимым группам. Потому что вот это вот... Мы используем категоризацию уязвимых групп, которые не всегда соответствуют белорусскому контексту. И в итоге вот эта категоризация, она просто затушевывает вот эти вот имущественные классовые различия, которые существуют у нас в стране. Потому что, если даже взять то же самое сообщество ЛГБТК+, да, то многие из этих людей не очень бедные. Но мы говорим о них, но мы говорим о тех, кто очень беден. То есть, и вот здесь как-то нужно очень осторожно. Вот этот вот вопрос, конечно, социальной справедливости и о чем нам ребята вот на предыдущей сессии говорили, о том, что мы все-таки живем в капиталистическом обществе, да, и не все у нас так хорошо, как нам бы хотелось, даже если мы будем очень терпимыми. Конечно, это нельзя забывать. Ну, я могу дыдаць, напевно, только пару слову про... В принципе, таких конфликтов зараз возникает все больше-больше, я наю все больше гучные. Часто, на жаль, у меня особисто остается такое початство того, что правым оказался просто той, кто гучнее кричал. И даже когда это тот человек, эта группа, чую позицию я поделяю, у меня застается не вельми приемное почутствие после таких публичных скандалов. И для меня это все равно про культуру коммуникации, про то, какая она, какая она у нас, какая она за межой, у кого есть права голоса, и он может его гучно доносить, у кого этого права голоса меньше, его не столько хочет слухать. И это правда важное питание про обмежевание свободы слова, коли, як, мова ворожасти, что мы можем сказать, что не можем сказать. Для меня особисто, ну такая абсолютная мяжа, это все то, что закликает догвалту, вот тут дыкладно треба казать стоп, и не важно, кто это говорит, все, что закликает догвалту, в отношении до той цей группы, дыкладно повинно уже посекаться, и тут не может быть толерантности до таких выказываний. Но за всем остальным все складания, но вот с публичными скандалами это, на жаль, у меня поколит отчувание, что кто кричит гучнее, то часто больше правы, поверьте, как самому назову, что правильнее. Я бы хотел, у нас остается 10 минут, я бы хотел вкусненько показать небольшую презентацию своего доследования. Смотри, у меня есть вопрос, может быть, этот микрофон будет лучше работать? Раз, раз, наверное, лучше. Можно следующий слайд? Да. И еще один. Это исследование, оно, вне участвовали те люди, которые непосредственно работают с уязвимыми группами, то есть сотрудники общественных организаций, которые занимаются поддержкой людей с инвалидностью, или людей, живущих с ВИЧ, или людей в конфликте с законом, и так далее. Вот. Или, кроме сотрудников общественных организаций, в этом исследовании участвовали еще журналисты. И я в двух часах расскажу про то, как они воспринимают разные уязвимые группы и видят разные различия. Можно следующий слайд? На самом деле, консенсус в том, какую группу можно считать уязвимой, а какую еще нельзя, в принципе, сложился. Уязвимая группа – это такая группа людей, в отношении которых общество и государство должны предлагать особые усилия, чтобы эти люди участвовали в общественной жизни полноценно, наравне со всеми остальными. Консенсус есть в отношении людей с инвалидностью, людей с психическими или умственными нарушениями, людей, живущих с ВИЧ и онкопациентов. Более или менее консенсус есть также в том, что люди без гражданства тоже могут считать уязвимыми, и им нужно предлагать и общество и государство особые усилия, чтобы включать их в жизнь. В отношении всех остальных, хотя большая часть людей, которые работают непосредственно с этими группами, считают, что им тоже нужно предлагать особые усилия, но все-таки есть и значительное число несогласных с тем, что эта группа уязвима. Можно по слайду помогать? Можно следующий? Или даже еще один попроще будет. Следующий, да. По идее была гипотеза до начала этого исследования, что если у организации есть опыт работы с этой уязвимой группой, то они будут воспринимать эту группу как действительно уязвимую. А если опыта работы нет, тогда эту группу не будут воспринимать как уязвимую. На самом деле это не совсем так. То есть, да, у большинства организаций, которые попали в выборку в наше исследование, есть опыт работы с людьми с инвалидностью, и все считают их уязвимой группой. Есть опыт работы с онкопациентами, и все считают онкопациентов уязвимой группой. Но не это опыт работы с людьми, живущими с ВИЧ, и тем не менее их тоже очень многие считают уязвимой группой. В то же время есть опыт работы с людьми с алкогольной зависимостью, или с потребителями инъекционных наркотиков, или ЛГБТ, но эти группы не считают уязвимыми. В принципе, люди часто комментировали наш набор уязвимых групп как не совсем корректно, потому что есть действительно уязвимая группа, те люди, которые стали жертвой обстоятельств, которым действительно нужна поддержка. И есть другой тип уязвимых групп, которые на самом деле просто сами немного виноваты в том, в каком положении они находятся, и нуждаются, например, в духовном исцелении. Это просто цитата из одного из открытых ответов. В принципе, в отношении разных уязвимых групп есть разные стереотипы. И в частности, в отношении тех людей с опытом работы, с которыми имеется, значительный опыт работы имеется, но они не воспринимаются как уязвимые, в отношении этих людей есть два стереотипа. Во-первых, они считают виноватыми в своих проблемах, но это довольно очевидно, естественно. А второй стереотип довольно неожиданный. Это мнение, которое разделяют многие сотрудники общественных организаций, что людей из этих групп в каком-то смысле стоило бы, лучше было бы изолировать. Что имеется в виду? Людям бы не хотелось работать вместе с людьми из этой категории в одном кабинете, и лучше было бы, если бы школьники из этой группы, например, школьники в конфликте с законом, лучше бы, если бы эти школьники учились отдельно. Довольно значительная доля людей с этим согласны. Ну вот здесь, на этом слайде мы видим, что они сами виноваты в своих проблемах. Четыре категории, которых обвиняют в своих проблемах, это потребители инновационных наркотиков, люди с алкогольной зависимостью, люди в конфликте с законом и ЛГБТ-люди. Можно следующий? А вот если посмотреть, кого лучше изолировать, то здесь немного другая ситуация, и может быть даже тревожная. Потому что мне неудивительно, что люди с алкогольной зависимостью и потребители инновационных наркотиков в отношении этих категорий будут сильны в изоляционном настроении. Но третья группа, которую хочется изолировать, то есть не работать с ними, не учиться с ними, это люди, которых все, в принципе, считают абсолютно уязвимыми, и в отношении которых есть большой опыт взаимодействия и работы. Это люди с психическими и умственными нарушениями. То есть в отношении этой категории можно говорить о том, что существует минимум у 20% сотрудников сервисных общественных организаций, которые помогают этим группам, у них существует предубеждение и страх в отношении этой категории. Можно дальше? Этот слайд немножко сокращен. Я его уже показывал. Это что заслуживает общественного предстания. Я просто показываю, что на самом деле осуждение потребителей инновационных наркотиков или людей с алкогольной зависимостью в наших белорусских условиях абсолютно естественно, потому что большая часть населения их осуждает. И если смотреть на цифры по сотрудникам сервисных организаций, то уровень осуждения гораздо ниже. Можете сообщить? В общем, на самом деле, исходя из того, что мы знаем о белорусском обществе, мы могли ожидать, что у сотрудников НГО будет гораздо больше стереотипов, чем обнаружилось. Так что это хорошая новость. Теперь я хочу рассказать про журналистов. Очень кратко. Следующий слайд можно? Журналистов в исследовании поучаствовало меньше, чем сотрудникам сервисных организаций, поэтому сравнивать пока что еще нельзя. Исследование продолжается. Но какие-то предварительные результаты я могу показывать. И здесь такой же консенсус в отношении уязвимых групп, только что добавляется более очевидный консенсус в отношении беженцев и людей безгражданства. Их тоже журналисты признают уязвимой группой наравне с людьми с инвалидностью и так далее. Но, например, ЛГБТ занимает более высокую позицию. Следующий. На этом слайде показаны стереотипы, которых поддерживаются журналисты, а именно сами виноваты представители этой уязвимой группы или представители этой уязвимой группы лучше изолировались. И мы видим, что стереотипы сами виноваты не суперсильны среди журналистов. То есть журналисты не склонны обвинять людей из независимой категории как греховных или плохо себя ведущих и поэтому заслуживших то, в чем они оказались. Но тем не менее желание изолировать их или не включать их в свою собственную жизнь, оттолкнуть их довольно сильно и оно проявляется не только в отношении потребителей инъекционных наркотиков, но также и в отношении ЛГБТ людей, в отношении людей, живущих с ВИЧ, людей с психическими истинными нарушениями и так далее. Можно следующее сказать? Теперь немножко про некорректные высказывания, которые можно называть языком вражды. По результатам исследования можно сказать, что те люди, которые нормально относятся, считать приемлемым язык вражды в легких формах, скажем так, эти люди не обязательно разделяют предубеждения в отношении уязвимых категорий. То есть, и наоборот, те, которые считают, что некоторые слова и выражения недопустимы, тем не менее могут испытывать какие-то предубеждения, в частности, желание изолировать ту или иную категорию. Например, большинство журналистов, больше половины, считают, что выражение «инвалид-колясочник» или «страдающий от ДЦП» допустимо использовать в своих статьях. При этом очень мало журналистов сказали бы, что лучше, если бы дети на колясках или дети с ДЦП учились отдельно от остальных детей. Нет, они так не говорят, они так не считают. И наоборот, журналисты, которые говорят, что, ну, например, сексуальное мужчинство или нетрадиционно-сексуальная ориентация – это неприемлемое выражение, тем не менее могут придерживаться такого мнения, что «я бы не хотел работать в одном кабинете с человеком из ЛГБТ», ну и так далее. Следующий. Последний вопрос, который был для журналистов. Как они думают, стоит ли писать обо всех уязвимых группах или о ком-то можно не писать? И здесь тоже хорошие новости. В большинстве случаев, конечно, с некоторыми оговорками, в большинстве случаев журналисты думают, что писать нужно про все уязвимые группы. Хотя, меньше всего, конечно, они уверены в том, что нужно писать о цыганах и о представителях ЛГБТ. На этом все. Может быть, есть какие-то вопросы или комментарии наших экспертов? У меня есть интересный комментарий по поводу европейского суда по правам человека. И вообще, понятие уязвимой группы, оно появилось только в начале 2000-х годов, потому что до этого были группы риска. И первый кейс, который Европейский суд по правам человека, меня сейчас правозащитники поправят, если я что-нибудь перевру. Он как раз касался случая Чепман, по-моему, против Соединенного Королевства. Это была женщина-цыганка, и она хотела построить, по-моему, на своем участке кибитку, и ей не разрешили. Она обратилась в Европейский суд по правам человека. Суд принял очень интересное решение. Суд не удовлетворил ее иск. На тот момент понятие «уязвимая группа» еще не утвердилось, но решение было принято таким образом, что Соединенное Королевство должно пересмотреть свою позицию в отношении цыган, поскольку это специфическая группа населения, и уважать их стиль жизни и прочее-прочее. И дальше потом стала развиваться вот эта вот вся ситуация с уязвимостью. В 2016 году было дано определение в докладе о развитии человечества, что такое уязвимая группа. Причем представление о том, что такое уязвимая группа довольно неопределенное. Оно очень относительное, революционное, контекстуальное. И наша проблема заключается в том, в связи с тем, что некоторые теоретики считают, что к понятию «уязвимая группа» нужно относиться не социалистски, то есть кто у нас уязвим. Не называть уязвимые группы, а определять условия, которые делают разных людей, и может быть даже целая группа людей, уязвимыми. И даже если мы говорим, что есть какие-то уязвимые группы, все равно в рамках этой уязвимой группы, во всяком случае, это позиции, ну, как вот европейского собака по правам человека, выяснять уязвимость, собственно, индивиду. Но что интересно, вот в понятии «уязвимые группы», да, именно вот первое вот это вот решение, что праватые индивиды не были удовлетворены, то есть иск конкретного человека не был удовлетворен, то есть человек остался ни с чем, а вот оппозиции уязвимой группы и о том, как бы улучшить их положение в целом, да, стали думать. Вот здесь вот это вот, поэтому само понятие «уязвимые группы» в этом отношении мне кажется достаточно сложным. И второй момент, когда мы говорим еще о нетерпимости, здесь очень, вот когда мы фиксируем уязвимые группы, вот сама эта фиксация списка уязвимых групп может порождать ту же самую нетерпимость. Потому что я, опять, может быть, это не совсем порядокорректный пример, но я предположу, очень бедный человек, к которому не говорят, что он находится в уязвимом положении, видит красивого молодого человека или девушку, хорошо одетого, откормленного, да, ну, то есть хорошо питающегося, который говорит о проблемах, которые существуют у сообщества ЛГБТК+. Каково будет отношение этого очень бедного человека к тому, кто, как ему кажется, находится в замечательной ситуации? Да, то есть поэтому, когда мы говорим об уязвимых группах и говорим о них публично, то есть это все надо делать очень правильно, очень аккуратно, очень осторожно. И главное говорить, я бы вот предложила, если бы меня спросили, говорить не о группах все-таки, а о людях в уязвимых положениях. Потому что когда мы говорим о мигрантах как об уязвимой группе, среди них есть люди, которые хотят оставаться такими же богатыми, какими они были на родине. И есть люди, которые лишились всего, да, и все они у нас мигранты, да, и мы говорим о них. И люди, вот когда мы говорим, что надо встречаться, то есть когда мы в своей обыденной жизни кто-то встретился с мигрантом, который хочет быть просто богаче. И естественно, когда он слышит там всякие инвективы по поводу того, как тяжело живется мигрантам, его будет очень трудно говорить. Ну вот мне кажется, что вот этот кейс самый первый, мы все должны иметь в виду, когда вот говорим об уязвимой группе. Да. Спасибо большое. Может быть, есть еще вопросы в зале? Да, наверное, я. Спасибо. Хочу предложить завершить эту сессию. Я хочу выразить огромную, огромную, огромную благодарность. Я хочу выразить огромную благодарность. Я ее выражу? Я хочу выразить огромную, огромную благодарность тем, кто смог сегодня присоединиться к этой дискуссии. Хочу высказать огромную благодарность за те вопросы, которые были обозначены в ходе этой дискуссии, за те отношения, которые были высказаны, И за расширение, возможно, поля, за понимание того, что все намного сложнее, что есть очень много подводных камней, которые могут быть незаметными, незамечаемыми. Когда мы разговариваем о таких вещах, как уязвимость отдельных людей или групп, я благодарен за предостережение не обобщать, когда мы говорим о каких-то группах, потому что действительно все разнообразны. И да, еще раз благодарить за очень-очень интересную дискуссию. Мне кажется, она была очень полезна сегодня, когда мы говорили о возможном построении общества, основанном на принципе равенства и инклюзии. Спасибо большое вам. Я предлагаю сделать... Я хочу попросить раунд благодарности для участников и участниц панели. Хочу предложить сделать перерыв на 15 минут. И через 15 минут буду рад всех вас видеть для того, чтобы продолжить разговор, точнее начать разговор с Татьяной Кузнецовой о том, как гендерные стереотипы мешают нам в борьбе с экологическими проблемами. Вот. Спасибо большое. Будет очень классно, я уверен. Спасибо. Спасибо.